Ну то есть вы должны понимать, что в этом мире есть возможность побеждать судьбу, но вы ее не ищете. Голубопу в интернете легко найти, да? Также и молитвы хорошие надо искать, чуть-чуть потяжелее может быть, но тоже можно найти. Вот, ну то есть если ты что-то ищешь того, что тебя разрушает твою жизнь, то это неправильно. Ищите то, что дает силы. Много всяких фильмов сейчас в интернете, но они все бесполезные. Есть же нравственные фильмы, есть чистые, светлые фильмы, которые дают глубокие чувства, дают возможность побеждать. Если хотите смотреть фильмы, такие фильмы смотрите. Они все связаны с какой-то верой, вот все эти фильмы нравственные. Они не бывают без веры, то есть нравственность означает вера. Поэтому всегда нравственность основывается на какой-то культуре, а культура всегда на какой-то вере. Вот здесь, допустим, православная культура. Я когда приезжаю в Астану, там мусульманская культура, это тоже культура. Там есть правила, принципы жизни. Я там приезжаю в Иерусалим, в Тель-Авив, там еврейская культура, тоже культура. Там тоже есть правила, принципы, морали, нравственности, чистоты, правильных отношений. И это в рамках этой культуры существуют исторические личности, про которых показывают фильмы. Они все приносят счастье, когда мы это все смотрим. Это приносит счастье, потому что твое сердце настраивается на правильную волну, на волну удачи. Твое чувство, собственно, достоинства закрепляется в правильной позиции. Но если ты смотришь фильмы, в которых тебе показывают какого-то крутого дядю, который как бы его обидели, он всех поубивал, ну он может бревнышко носить, допустим, там. Но он на самом деле играет не то, потому что он неправильно себя ведет, понимаете. То есть он вроде бы успешный, пули в него не попадают, но это не тот вид веры, понимаете, который надо все культивировать, потому что этот вид веры, который он показывает, это по сути обман. Потому что всегда удача идет на высоте хорошей судьбы. И все эти люди верят только в хорошую судьбу. Они не верят, что у них бывают спады. Вот представьте, как бы у такого человека, который бревнышко носит, будет спад. Ну то есть он не будет уже таким крутым. Все, тогда фильм закончен. Показывать нечего, понимаете. Потому что в таких фильмах нет просто вот этой возможности, опции, что человек этот будет ранен там, или в тюрьму сядет, он будет унижен, понимаете. Он только побеждать может. Это неправильное мышление, понимаете. Не надо все это смотреть. У вас не то чувство возникает в сердце, не тот настрой, который побеждает судьбу. Надо смотреть про святых людей, про возвышенных людей, которые настраивают правильно. Их мало таких фильмов, но их надо искать. Как реагировать? Вот допустим, видишь человека, который демонично себя ведет. Держись подальше от него. Ты ничего с ним не сделаешь. Ты не можешь его наказать. Если можешь наказать, накажи. Если ты прокурор, ну посади его в тюрьму. Он исправится. Мы легче ставим. По-другому ты ничего никак не поможешь. Ты ему объяснить не сможешь ничего. Если человек в страсти находится, его можно наказанием вылечить. Люди в страсти, когда чувство, собственно, достоинства страсти, он как бы и себя корчит что-то. Он может с помощью наказания понять, что он неправильной дорогой идет. Но ему исправляться долго. Если говорить с точки зрения эффективности, вы хотите такого человека исправить на работе у себя, вы замучаетесь ждать. Потому что ему уже надо поменять свою направленность, своего достоинства. Это очень долгий процесс. Годы. Понимаете? Ну как бы однозначно, если он терпит поражение, человек в страсти, он будет пересматривать свою жизнь. Но это требует времени. Это не за 5 секунд. И неизвестно, сколько ему надо времени, чтобы он пересмотрел все. Годы. А если у человека чувство собственного достоинства правильную позицию занимает, но он унижен, допустим, или гордится собой, или в депресснике находится, или суетится, то тогда все более-менее нормально. Понимаете? Я говорю о людях. И объем работы так же. Если ваш близкий человек на понтах, как бы у него чувство собственного достоинства страсти, ну придется долго ждать. Ну это нормально. А если он криминал, как бы уголовный мир, тогда это очень тяжело. Это годы. Надо держаться на дистанции, молиться, как бы. Может быть, когда-нибудь Бог ему поможет, кто его знает. Все бывает в этом мире. У женщин тоже бывает демоническое настроение. Я сейчас мужское демоническое настроение написал, но есть еще женское. Женское демоническое настроение означает суеверие в очень высокой степени. И она чувствует себя очень круто в этом суеверии. То есть она крутая. Но у ней при этом мнительность зашкаливает. И она всех людей как бы видит как врагов и друзей. Ну то есть у нее очень сильная вот эта вот позиция как бы делить людей. И вешать на них такие жесткие непреклонные ярлыки. И в сердце такой женщины находится очень жуткий страх перед людьми вообще. И она постоянно как бы живет под ощущением очень сильной опасности. Но при этом она может чувствовать себя очень круто. Я разок пришел в одну компашку. У них у всех этих людей, которые были в этом компашке, было чувство собственно достоинства невежества. Но это были не бандиты. Это были экстрасенсы. Причем достаточно сильные такие. Не обманщики, у них были способности у всех. Но вот они все эти люди были поражены вот этой вот ложной гордостью. Ну то есть один как бы говорит, ты пришел к нам, мы тебя ждали. Я говорю, хорошо, спасибо. Я пришел изучать, что за люди. Один говорит, сядь рядом со мной. Я сажусь, глотай. Ну глотательное движение делаю. Ну я глотаю, не глотается, короче. Он говорит, я забрал у тебя глотание. Теперь делай глотательное движение. Я делаю, получается. Он говорит, я вернул тебе глотание. Смотрит на меня, говорит, посмотри мне в глаза. Я смотрю в глаза, говорю, ты понимаешь теперь, у кого тебе надо учиться? Я говорю, я понимаю, спасибо. Он говорит, мы тебя ждем. Только отошел от этого человек, подходит дама, говорит, руки вытяни. Вытягивай руки, короче. Она такая, у тебя левая рука нагревается, правая остывает. Я смотрю, правда, до того, как она сказала, у меня начинает нагреваться левая рука и остывать правая. Он говорит, а теперь смотри, у тебя наоборот, это нагревается, это остывает. Я говорю, ну да, так и есть. Учись у меня. Чем учиться? Руки нагревают, и остывают. Есть одна история по этому поводу, такая ведическая. Мне кажется, это правда, было когда-то, а потом это уже рассказывали, как историю. Ну, то есть, один очень сильный мистик научился ходить по воде. Ну, то есть, есть мистические силы, можно с помощью концентрации внимания, если человек концентрируется на атом, сильно, он может почувствовать его силы, вот эти гравитационные. И с помощью этой концентрации он может победить гравитацию. Ну, и просто ходить по воде. Понимаете? Потому что у воды очень слабая, как бы, сопротивляемость, не так, как у земли. И надо очень легким быть, для того, чтобы по воде пройти. Ну, допустим, кто по воде ходит, вот эти вот, жучки-плавуны, да, они легкие, они не могут, они чувствуют на поверхности себя, как дома, не тонут. Есть йоги, которые ходят по воде. Один человек, ну, как бы, один йог читал молитву, ну, просто человек читал молитву, и этот йог к ним подошел, говорит, иди сюда, я тебе кое-что покажу. Он взял и прошел по воде. Говорит, видишь? Тот, говорит, вижу. Я, говорит, к этому стремился всю жизнь, могу тебя научить. Он взял лодку, короче, и точно так же на лодке переплыл на другой берег, говорит, мы достигли одного и того же результата с тобой. Но я при этом всю жизнь молился и приближался к Богу, а ты дурой мавился. Я бы хотел с ней этим людям точно так же сказать эту притчу, но я ничего не стал говорить. Знаете почему? Потому что их чувство, собственно, достоинства находится в невежестве. И они ничего не поймут, эти люди. Их только жизнь может научить жуткими страданиями. Понимаете? То есть, если они войдут в это состояние жутких страданий, они тогда постепенно смогут понять, что что-то не то происходит. в чем проблема? Проблема в том, что человек путает себя с Богом. Некоторые даже так и говорят, мы все Боги. Они говорят, мы все Боги. Только надо вспомнить, что ты Бог. Вот если ты вспомнил, значит, все нормально. Теперь у тебя нет проблем. Понимаете, эти люди говорят, и они пытаются из себя корчить Бога. То есть, я типа вспомнил, что ты, я Бог, а ты нет. Это настоящий демонизм. Запомнили? То есть, человек не Бог. Мы души, которые как бы принадлежим Богу. Мы отличаемся от него. Есть Бог, а есть маленькая частичка божественная. Бог — это полное, целое. Мы маленькие, как бы частички, которые имеют одно преимущество перед Богом. Знаете, какое? Нет? Преимущество такое. Когда мы любим Бога, Его взаимность наполняет нас так, как Его наша взаимность наполнить никогда не сможет. Потому что Он больше. если Он нам отдает, маленькая душа получает гораздо больше. Понимаете? Поэтому как бы Господь в одном только очень сильно как бы по-доброму завидует своим слугам. В том, как они Его любят. Ну, то есть Он так любить их не может. Потому что они в этом сильнее. У них есть преимущество. Понимаете? Это описано в Священном Писании. Поэтому Он всегда в долгу перед теми, кто вот так Его любит. Господь в долгу оказывается. То есть у Него нет долгов никаких. Вот в этом ситуации Он в долгу оказывается. Вот. Ну, то есть вот к этому надо стремиться. То есть в этом смысл человеческой жизни. А не в том, что из себя Бога корчить там и себя что-то строить. Примерно вот так. Иногда человек проявляет свою силу от незнания. Вот, например, и его достоинство работает неправильно от незнания просто. Вот, допустим, в чем сила женщины, а в чем слабость? Вот, допустим, в чем сила мужчины, а в чем слабость в отношении? В чем сила мужчины в отношении к женщине? В чем сила мужчин? Мужчина должен внешне женщины вести себя очень мягко, по-доброму, нежно, ласково, ненавязчиво, прощать, просить прощения, а внутри быть очень твердым, как скала. И тогда он сильнее женщины. И женщина должна вести себя точно так же. Если женщина внутри твердая, но снаружи мягкая, добрая, то она правильно ведет себя с мужчиной. Понимаете? Но часто женщины, они, не понимая свою внутреннюю силу, начинают капризничать с мужчиной, вести себя жестко, непреклонно. И таким образом они рушат ему психику. потому что женщина это или благословляющая сила, или проклинающая. Если она его как бы гасит, то он будет погашенным просто. Причем та же мужчина, если жену гасит, она тоже будет погашенным. Понимаете? Отношения любви имеют мягкую, ненавязчивую, добрую природу. Это тоже отдельная тема беседы, я может быть семинар как-то сделаю об отношениях. Отношения означают определенный настрой на определенную энергию. Вот допустим есть деловые отношения, они и состоят из принципов, правил, здесь надо быть строгим, твердым, немножко на дистанцию относиться к человеку. Это деловые отношения. Отношения с любви они по природе своей другие. Вот деловые отношения имеют мужскую природу, а отношения любви женскую. И эти отношения они очень мягкие, ненавязчивые, полушутливые, то есть они несерьезные эти отношения по природе. Они полушутливые, они игливые. и в этих отношениях ты быстрее добиваешься цели, чем, допустим, если ты будешь серьезно себя вести. То есть нельзя путать, вот допустим, если ты в семье находишься, допустим, можно обманывать жену? Можно для любви. Вот допустим, как можно обманывать жену? Допустим, ты ее не простил, ты говоришь, я простил тебя. Так можно обманывать. И если ты так сказал, ты прощаешь на самом деле. Понимаете, вот так можно обманывать. Или мужа как можно обманывать, допустим, он говорит, я там на работе, то есть я поругался, допустим, вы понимаете, что начальник прав, но он спрашивает вас, кого ты считаешь правом в этой ситуации? Ты должен сказать, конечно тебя. Понимаете, если вы так скажете, вы тогда поймете его правду. Через любовь это все вскрывается. Ну, то есть эти отношения очень легкие. Почему люди ругаются друг за другом? Потому что они понимают, что легким способом легче решать все вопросы, чем если вы будете серьезно себя вести? Вот в чем серьезность женщины? Она обижается, капризничает, требует чего-то. В чем серьезность мужчины? Он гневается, грубит. И это разрушает любовь. Если вы хотите, чтобы ваш близкий человек вас глубоко понял, надо наоборот ему ненавязчиво, мягко, по-доброму все объяснять, как бы иносказательно. И тогда он больше поймет, чем если ты на него будешь давить. Эти вещи тоже надо знать. Эти глубокие это глубокие вещи, понимаете? Это не то, что я выдумываю сейчас что-то. Вы скажете, Геннадь, что все время ля-ля-ля с близким человеком? Вот именно. Но это не жизнь. Почему не жизнь? Это жизнь. А что ему ничего нельзя строго сказать? Ну что ты? Нельзя можешь сказать в офисе у себя так. А с близким человеком надо мягко, аккуратненько, по-доброму. И тогда будет хороший результат. Но если ты будешь жестить, тогда будет плохой результат. Может женщина жестить, обижаться, капризничать. Может мужчина жестить, грубо себя вести очень. Все это разрушает любовь. Понимаете, есть энергии, и для них нужно подбирать систему реагирования. Вот если энергии очень тонкие, значит надо настраивать очень тонкое реагирование. Вот допустим, ты не можешь часы ремонтировать большой отверткой, только очень маленькой, и тогда будет поддаваться ремонт. А кувалдой тем более. Ношение любви имеет тонкую природу, и они поддаются регуляции только тонкими методами. она допустим обиделась, подходит и говорит, у нас есть проблема. Я говорю, да, я согласен. она говорит, ну ты даже еще не знаешь, что за проблема. я согласен. Ну хорошо, если ты согласен, скажи, кто виноват в этой проблеме. Я говорю, я виноват. Она говорит, а почему ты так решил? Я говорю, ну потому что мы вдвоем живем, больше некому. и она падает на пол начинает смеяться. Проблема заканчивается. Проблема решилась очень просто. Я себя считал виновным? Нет. Почему как бы она успокоилась? Потому что я включил отношения любви в это время. То есть я очень по-доброму мягко с ней себя вел, и она сразу успокоилась. Понимаете? Ну если там начинать у тебя всегда одни только проблемы, ты сама виновата начинать скандал. Почему? Потому что ты реагируешь неправильно. Если это отношения любви, значит ты тогда реагируешь с любовью, по-доброму. Мягкие отношения дают возможность быть счастливым в отношениях. Но этому надо учиться. Это должны родители показывать детям с детства, обучать их, как в отношениях любви себя вести, как строить эти отношения. Вы скажете, это очень поверхностно так себя вести. Нет, это очень глубоко наоборот. Поверхностно это орать друг на друг. И потом люди, которые так все ведут, оно очень сильно сожалеет, потому что любовь то рушится. А если мягко, по-доброму, то это оставляет очень светлую память. Но при этом ты должен знать, что в отношении к любви ты не сможешь пожаловаться близкому человеку, не сможешь ему открыть правду, как тебе тяжело, как тебе плохо, допустим. Только по одной причине, что это возможно только на более глубоких стадиях. Даже в отношении к любви по факту люди одиноки в жизни друг с другом. Только потом, когда отношения к любви углубляются и появляется чувство надежности от близкого человека, тогда человек способен залазить глубоко в его сердце, не боясь, что ему там обожгут кипятком. Понятно? То есть они очень ранимы эти отношения, поэтому сначала их надо очень аккуратно развивать, не лезть никуда никому в сердце. А люди сразу говорят, ты что, скажи мне правду, ты вообще любишь меня или нет? Любишь означает готов навечно мне отдать свою жизнь. Ну конечно! Я говорю, а ты что думала? Конечно! Все это просто понты. На самом деле потом бац и все закончилось. Почему то он так признавался в любви и все закончилось? А потому что любовь это другое. Она строится на очень аккуратных отношениях добрых. Человек проверяет эти отношения годами, постепенно, все глубже, глубже. И эти отношения строятся также на правильном поведении. Не просто ты признаешься что-то обещаешь. Ты должен еще вести себя правильно. А это молитва. Человек не может правильно себя вести если он слаб. А сила берется от природы, от Бога, от добрых людей. Если у тебя нет таких контактов сильных, то ты и слаб. Ты не защищен. Означает что ты проиграешь даже в этих отношениях. Ты предашь близкого человека. Вы говорите Олег Геннадь что вы себе не доверяете? Душа не должна себе доверять. Потому что она слаба. Душа должна доверять людям добрым, которые от Бога. Люди добрые значит от Бога. Должна доверять храму и людям которые в храме и также святым людям. Богу должна доверять и природе. Вот эти источники не обманывают. Природа всегда тебя будет лечить. Если ты аккуратно к ней относишься. Если она тебя не будет лечить она тебя предупреждает. Допустим ветер тебя пугает очень сильный. Не иди туда. Не делай зарядку на этом ветре. предупреждает. природа говорит это для кого-то лечение но не для тебя. Тебе плохо на этой природе. Все сразу ты уходишь и все нормально. Понимаете да? то есть она тебе говорит ты смотри это не твое. Она предупреждает. Но это не значит что вся природа плохая тяжелая. Если она тяжелая ты будешь предупрежден. но природа в основном лечит человека. приносит счастье. И сегодня парки у вас бегала и чувствовал счастье. Парень с девушкой здесь которые приклеились ко мне побежали со мной. Здесь они на лекции? Нет? Девушка такая подбегает я бегу такой девушка подбегает такая и парень такой еще подбегает ну то есть мы с женой. И они со мной подбежали вместе начали снимать общаться. Они такие счастливые на видео род до ушей. Мы встретились они слушали мы лекции шесть лет и встретились первый раз неожиданно. но если я был какой они не подбежали не подбежали потому что я бежал я был счастливый на природе и они подбежали порадоваться со мной. если б я был когда-то странной игрушкой безымянной которой в магазине никто не подойдет тогда никто и не подойдет берете мурашка примерно так человек сам должен настроиться правильно это не игра это не себя ничего корчить это означает добрые дела служи природе добрым людям придет время и твое чувство собственно достоинства наполнится благочестием ты рассветешь придет время не сразу придет время ты рассветешь и ты будешь счастлив в жизни потому что ты будешь сильнее судьбы когда человек счастлив когда он сильнее судьбы станешь сильнее судьбы будешь счастливым пока не станешь наполняйся дальше совершай аскезы Служи людям, служи природе. И постепенно ты будешь мудрецом, ты увидишь глубокие вещи, которые другие люди не видят на самом деле. Ты начнешь понимать ход времени, как действует время. И в них в сердцах отражается эта радость от Бога, который им дает. Сильная позиция жизненная. Пусть ваши чувства будут сильными, когда человек всем добро делает, людям, природе. Любит все вокруг. И вот чувства сильными становятся. Они подбежали, муж и жену, ко мне. И девушка такая, Аля Геннадьевич! Чувства сильные, дела красивыми. Когда чувства сильные, у человека красивые дела. Он красивые вещи делает. Сердца достойными любви становятся. Когда человек красивые дела делает, сердца становятся достойными любви. И говорят, почему меня никто не любит? Сначала добрые дела делает. У тебя чувства сильными станут. Ты станешь радостным таким человеком. А потом тебя будут любить. Потому что любовь это награда за правильную жизнь. Это не то, что вот... Когда меня по гороскопу полюбят ребенка. Причем вот это? Причем гороскоп? Это награда. Когда я по гороскопу в институт поступлю? Выучись и поступишь. Нужно учиться. Это награда. Поступление в институт это награда. Ну то есть награды приходят. Не то, что это случайность. Вот некоторые им повезло, поступили. Не повезло, не поступили. Здесь есть какая-то удача. Все зависит, конечно, от периода жизни. Но в основном, если человек сильно учится, он по-любому поступит. Даже если у него все плохо. Я помню, я поступал, когда я учился сильно. И я поступил, потому что я учился. Ну была удача тоже. Но один парень воевал в Афганистане. И он поступал вместе со мной рядом. Я видел, как он поступал. Но там вот... Но он вообще не знает, ну как бы, тему. Ему чуть ли не такой вопрос. Ну какого цвета учебник по химии? Ну как бы, примерно. Он сказал, все, отлично, хорошо, молодец. Ну причем, потому что его хотели взять. Потому что он... Видно было, что он будет хорошим врачом. Так оно и получилось. Человек, который вот прошел войну, сердце как бы сохранил чистым. Это значит, что он будет хорошим врачом. И он потом стал хорошим врачом. Преподаватели не ошиблись. То есть, некоторые с помощью учебы, ну как бы учебы на экзаменах достигают цели. А другие просто добрыми делами. Иногда вот преподаватели берут человека просто, потому что они чувствуют, что он будет хорошим врачом. И все. Сердце благочестия достаточно. Можно даже вообще ничего не делать иногда. Тебя просто возьмут и все. Но это значит, что что-то делал до этого, понимаете, не то, что тебе повезло. Опять же, это не везение. Тема понятна? То, что я рассказываю? К чему стремиться, понятно? Самое главное, запомните принцип. Вот принцип жизни, он прост, но сложно выполним. Он прост, но очень сложно выполним. И мы с детства знаем этот принцип жизни. Какой результат? Человек, который живет по этому принципу, он получает любовь. Понимаете? Любовь — это результат. Любовь, счастье, успех — это результат просто. Это не то, что надо этого ждать, и это придет. Вот визуализируй успех, и он придет. Бред, сивы и кобылы. Наоборот, все будет только хуже. Ничего визуализировать не надо. Надо просто правильно жить, учиться. Неправильно сделал — опять вставай и иди дальше. Я помню, в молодости была у меня такая песня. Вся песня такая. «Падай, вставай, вставай и падай, не забывай. Падай, вставай, вставай и падай, не забывай». Отличная песня. «Падай, вставай, вставай». «Падай, вставай». «Падай, вставай». «Падай, вставай». «Падай, вставай».